Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Убивать не хотела. Сегодня прошло первое заседание по делу Бейчанки, которая убила 11-месячную дочь. Ветер, который сносит крыши остановки и валит деревья. Край устраняет последствия урагана. Советские вытрезвители могут появиться в городах России. Нужны ли такие заведения в Барнаулу? Сейчас, если вытрезвители открывать полгорода, вытрезвители будут. Сегодня в Алтайском краевом суде прошло первое заседание по делу жительницы Бейска, убившей свою 11-месячную дочь. Напомним, трагедия произошла в конце июля. Молодая женщина, находясь в пьяном состоянии, ударила малышку о стену, поскольку та мешала ей развлекаться и вести праздный образ жизни. По крайней мере, так она объяснила позже свои действия правоохранителя. На сегодняшнем заседании присутствовала бабушка погибшей. Она проходит по делу как потерпевшая. Сегодня мать заверяла суд, что не хотела убивать дочь. Следующее судебное заседание состоится 8 ноября. Как нам пояснили в краевом СУСКе, обвиняемая проходит по статье 105 убийство. Наказание по ней предусмотрено вплоть до пожизненного заключения. Но поскольку на женщин эта мера не распространяется, подсудимый грозит срок до 20-25 лет. Среди убитых военной части в Забайкалье трое солдат из Алтайского края. Ранее сообщалось, что погибло только два срочника из нашего региона. Также пострадал еще один житель Алтайского края, парень из Родинского района. Он тяжело ранен, врачи борются за его жизнь в московском госпитале. Накануне стало известно, что Виктор Томенко распорядился оказать материальную и психологическую помощь родственникам погибших и раненым во время инцидента. Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсудинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев. По одной из версий, его захотели заставить мыть полы. Шамсудинова сразу же арестовали. Он заявил, что не жалеет осадеянам. Кроме того, 12 тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием освободить Шамсудинова. В Барнауле сегодня утром из окна многоэтажки выпал мужчина. ЧП произошло на пересечении улиц Ускова и Балтийская. По словам очевидцев, молодой человек примерно 25 лет. Он выпал с 11 этажа. Упал на крышу машины и погиб на месте. В следственном управлении края рассказали, что его личность устанавливается. В Алтайском крае восстановили электроснабжение на основных электросетях. Напомним, за минувшие сутки шквалистый ветер оставил без света 4 тысячи человек. От ветра, который местами достигал 38 метров в секунду, пострадали 23 района края. Ураган снес опора на линиях электропередач. Десятки домов и 25 социально значимых объектов в крае остались без света. Дольше всего обесточены были жители Белокурихи и Ильцовского района. В компании Россети Сибирь сообщили, что на данный момент все неполадки устранены. А вот в Белокурихе с корнем вырвало огромную ель. В Бийске и Заринске та же история. Причем в Наукограде дерево перекрыло движение на дороге. В комментариях горожане шутили, что дерево можно нарядить и поставить на центральную площадь для празднования Нового года. От урагана пострадала и краевая столица. Ветер перевернул остановку и срывал деревья. Сегодня синоптики прогнозируют относительно спокойный порыв ветра до 14 метров в секунду. Прокуратура Камнина объ организовала проверку информации об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Каменского района Евгения Гордиенко. Напомним, 28 октября народные депутаты вынесли Гордиенко в оттум недоверия. За прекращение полномочий главы высказались 12 из 20 депутатов. Это решение они направили на исполнение в администрацию района. Планировалось, что место Гордиенко по уставу временно займет заместитель Алексей Жахаренко. Но исполнять требования депутатов в администрации не спешат. А тем временем прокуратура намерена выяснить, что стало причиной принятия депутатами решения об отстранении главы Каменского района. Ведомстве считают, что депутаты вышли за рамки своих полномочий. Возможно, прокуратура может аннулировать решение депутатов, если все необходимые процессуальные моменты при отстранении главы не были соблюдены. Антимонопольная служба проверит, почему растут цены на гречку. В сентябре крупа начала дорожать. По данным Алтай-Крайстата, за тонну гречихи в среднем просили 16 тысяч рублей. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Цены продолжают расти. Переработчики уверены, что греча дорожает, потому что аграрии удерживают полученный урожай. Антимонопольная служба начала масштабную проверку. Поликлиники края будут работать с 8 до 8. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения края. Соответствующий приказ уже подписан. Также предполагается, что на выходных и в праздники поликлиники будут открыты до трех дня. Изменения в графике пока касаются только организации, оказывающих первичную помощь взрослым. Детские больницы продолжат работать в прежнем режиме. Считается, что после таких перемен жителям края не придется отпрашиваться с работы. На прием они смогут прийти вечером в удобное время. Кроме терапевтов, вечерние приемы должны быть обязательно предусмотрены минимум раз в неделю для узких специалистов и для кабинетов профилактики. Как к этому отнеслись врачи, расскажем в ближайших выпусках. Вытрезвители могут возродить. Федеральные законотворцы предлагают вернуться к советской практике, когда пьяных и невменяемых людей отправляли в спецучреждения, где они могли отоспаться и прийти в себя. Сегодня такие люди оказываются в обычных больницах или полицейских участках. Есть ли необходимость в вытрезвителях в Барнауле, знает Полина Жданова. Может, его вытрезвите? А я вам сразу сказал, вы трезвите, а вы пять тысяч. Без наряда полиции не обходится ни одна смена в отделении токсикологии. Туда за сутки могут привезти до 15 невменяемых человек. На кушетках они не спят, говорят врачи. Пришлось утеплить пол. Плитку на стенах переклеивали уже раз пять. Пьянствующие отрывают во время драки или белой горячки. Решетка на двери защищает медсестер от особо буйных. Врачи не имеют права забирать у пациентов вещи. А у буйного в кармане может оказаться не только телефон. Нередко пьяные нападают на медсестер. Любое медучреждение, жалуются врачи, не подходит для таких людей. И, как правило, им не требуется серьезная медицинская помощь. В полиции пьяниц тоже не оставляют, если они не нарушают закон. В советское время попасть в отрезвитель было большим позором. Информация об этом поступала на производство, где работал провинившийся. И из его зарплаты вычиталось около 25 рублей за содержание в этом самом вытрезвителе. По тому времени сумма достаточно внушительная. Вытрезвители служили временным пристанищем для тех, кто уснул на улице или нарушил общественный порядок. Тогда еще милиция работала в связке с медиками. Пьяных обследовали и определяли, нуждаются они в помощи или им нужно просто протрезветь. Общественное порицание при этом являлось дополнительным инструментом воздействия в борьбе с алкоголизмом. Мы спросили у барнаульцев, стоит ли вернуть такую практику. Мнения разделились. Сейчас, если вытрезвители, открывать полгорода, вытрезвители будет. Поэтому не знаю. И то, что вытрезвители, надо вообще строго к этому относиться. Поймали на улице пьяного, отмочили хорошенько, и еще вытрезвители его. Те советские моменты, значит, перенос отпуска, значит, на зимнее время, если попал вытрезвитель, значит, вывеска его на доске, так сказать, во всеобщее обозрение, я думаю, такие вещи сегодня в демократическом обществе, они не действенны и не должны. Важно помочь человеку, значит, проконсультировать и попытаться его направить на истинный путь. На истинный путь Андрей Иванов, главный нарколог края, направляет уже много лет, но говорит алкоголиков, только в Барнауле не меньше 20 тысяч. И это лишь официальные цифры, тех, кто каждый вечер потягивает пеной перед телевизором, не сосчитать. Законотворцы придерживаются мнения, что в современном вытрезвителе должны обследовать и дать ночлег, чтобы никто не замерз на улице. И по задумке туда должны попадать не только пьяные, но и наркоманы, и те, кому просто стало плохо, а из вытрезвителя их уже должны распределять в специализированные учреждения. Там ведь должен быть и медик, и полицейский. Потому что, как правило, здесь вот. Или они рядышком должны находиться. Вот эта структура. И основа бюджетная. Бюджетная может быть с элементами хозрасчета или, по крайней мере, компенсация вот этими штрафами. Она, несомненно, должна быть там, где явные нарушения. Если вернут вытрезвители, у медиков и полицейских может появиться пункт-посредник. Но это пока лишь инициатива. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Тысячи жителей края сегодня получили возможность найти работу по специальности или с подходящей зарплатой. По всему региону весь день на десятках площадок проходили ярмарки вакансий. Наш корреспондент Илья Кочетков побывал на одной из самых крупных и узнал, как сегодня обстоят дела на рынке труда. 80 компаний, более 2000 вакансий – это только на одной площадке в Барнауле. Всего же по краю сегодня всем незанятым предложат более 5000 свободных мест в самых разных областях. При этом отмечают организаторы особенность последних лет – то, что наряду с безработными обращаются и те, кто хочет улучшить свои условия труда. Процентов 40 посетителей – это занятые люди, которые ищут альтернативные варианты трудоустройства, подработку или хотят сменить место работы. У нас, кстати, здесь есть площадка формирования банка высококвалифицированных работников. То есть мы ведем такую базу, в которой примерно 70% как раз занятых людей. То, что рынок труда переключается на работников с высокой квалификацией, подтверждает и в Министерстве труда края. По данным экспертов, если раньше требовались в основном сезонные, черно-рабочие, то за последние два года акцент сместился на специалистов высокой квалификации с большим опытом. Высококвалифицированных юристов и высококвалифицированных экономистов. И когда говорят, что невозможно трудоустроиться даже молодому человеку, то тогда приходит служба занятости и помогает ему пройти стажировку, либо временные рабочие места создаются. При этом в целом, отмечают в управлении, в среднем на 7 вакансий сегодня приходится 10 заявок. То есть дефицит вакансий небольшой, но есть. Для самих же соискателей ситуация и подавно выглядит не так радужно. Хуже всего представителям профессий, которые уходят с рынка. Грустно. Я ищу менеджера проектов. Специфическая такая, скажем, специальность. Я проработал, грубо говоря, в банковской сфере. А сейчас оттуда, грубо говоря, IT уходит. То есть все переходят на аутсорс, заключают какие-то контракты со сторонними компаниями, сокращение массовое и так далее. Также, признаются участники ярмарки, не все даже опытные работники могут найти место с достойной зарплатой. Ищу работу руководителя, потому что у меня очень большой стаж руководителя. Сколько вы запрашиваете, сколько предлагают в среднем, ну хотя бы порядок цифр? Очень маленькие зарплаты. До 18, до 20 тысяч. Но это же не заработная плата. Более радужно на будущее смотрят молодые, пусть и не опытные специалисты. Например, с высшим экологическим образованием можно рассчитывать на зарплату от 40 тысяч. Сейчас больше берут молодых специалистов везде, чем более в возрасте, потому что, ну как бы смысла даже нет. В целом, уверены организаторы ярмарки, по меньшей мере половина соискателей сегодня, скорее всего, найдет подходящие предложения. Тем же, кому не повезло, предлагают не отчаиваться и по возможности идти на курсы, получать новые профессии. У таких работников, заверили нас, в любом случае шансов получить работу больше. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Резкое изменение погоды ожидается на Алтае. В край идет похолодание со снегом. Но если верить прогнозу Алтайского гидромедцентра, мы еще успеем ощутить последние теплые дни в этом году. 1 ноября днем воздух в некоторых районах края может прогреться до плюс 18. А вот уже на следующий день, 2 числа, ожидается понижение температуры в связи с прохождением холодных фронтов. Возможно, снег, ветер, минусовая температура. О погоде на завтра узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!